Всем привет, меня зовут Славик и вы на канале Шутник Геймс. Мы продолжаем проходить игру под названием Host of a Tale. Итак, в прошлом выпуске мы выиграли в карты у одного из захоронников кольцо, вернули его стиласу, ну и в обмен на это узнали, что в порт прибыл корабль, направляющийся в Ю заключенными, и на этом корабле вроде как должна быть мера, но как мы выяснили, на корабле присутствует двое заключенных и соответственно для одного из них мера отдала свое место, ну а ее направили на какой-то другой тюремный корабль. А теперь нам нужно помочь тем самым мышатам, которые находятся на корабле. Для этого мы внесли в путевой лист новую остановку, чтобы они смогли выбраться с корабля. Ну и теперь соответственно нам нужно подписать этот путевой лист у главнокомандующего, чем мы сейчас и займемся. Так, окей. Сэр, вам нужно подписать путевой лист корабль с заключенными. Ладно, ладно, послушай-ка это. Так, командующий билет ли он написал песню, да? Называется, моя любимая, любимая. Волоза моя любимая, сияют и блестят. Ее усы приятно по ветру шелестят. По ветру шелестят. И как Рубин сияют две красные губы. Волосы из носа так трепетно грубые. А ушки любимой нежные и бархатистые. Я обожаю ее под шерсточек пятнистый. Люблю зарыться носом в ее густую шерсть. Ах, за такую крысу готов я умереть. Как примется вдруг кашлять, так уж на полчаса и капля с ее носа свисает как роса. Не признанный поэт. Клевые зубки, чудные косящие влево глаз. Как вижу мою милую, влюбляюсь каждый раз. Эх, на такой красавице готов я был жениться. Да только не получится, такие его дела. Пошла недавно милая моя набрать водицы. Но канула в колодец и там же померла. Пока у него грустная песня получилась. Но неплохо. Ну как тебе, понравилось? Только честно. Так, рифмы очень смелые, очень сильные образы. Могу я еще раз услышать вашу воду? Как вы используете сравнение метафоры? У меня просто слов нет. Очень сильный образ, давайте скажем так. Согласен, согласен. Какой из них показался тебе самым выразительным? Уши трепещущие на ветру. Потрясающе. Уши по ветру шелестят. Кривой хвостик. Блин, а когда я в песне пела-то? Уши трепещущие на ветру или уши по ветру шелестят? Хвостик. Потрясающе. Уши трепещущие на ветру шелестят? Вкусы приятного по ветру шелестят? Не уши. Да, я же гляну. Неправильно. Значит, вот это. Ага, ты прямо таки видишь их при этом. Не так ли? Что-нибудь еще, что тебя восхитило? А, короче, у нас проверяет на то, на сколько хвостик. хорошо мы слушали его песню давайте рифму скажем так я знаю какая рифма тебе больше всего впечатлило прекрасно удалось рифма губы трубы губы и зубы губы грубых неправильно губы грубые да блин ладно короче так нас 50 снова стал очков а ну все отлично его устроил наш ответ так командующий привет путевой лист и я держа его на вытянутых руках изучают с почти что показной внимательностью так ясно что уж хорошо гавил так точно милейший рыбацкий городок очень рекомендую посещению правда красной лапе там сейчас приходится нелегко подмегнув вам командующий одним ростчиком пера подписывать документ ну мне кажется он его а ну почитала на только пункт назначения хотя нам больше путем не следа ничего и не было так мой автограф для поклонника довольно так все хорошо оставь из мне сказки я велю передать его капитану так что у нас получается по заданиям насчет отряда это значит мы еще одного не нашли в этом в подземелье так давайте спросим можем чем-то помочь или нет сыграем несколько что угодно удиви меня не давайте скажем что никогда ну ладно так что она теперь нужно отправиться на корабль да на корабль заключенную отлично все подписали но она я думаю потом можно будет в любое время ставим но я пока не мере анализ нет так потому что мы сейчас отправимся на корабле то наверно или мы их отправим сами останется сейчас посмотрим так выедет нас лифт да главнокомандующий тоже стал писать песни но благодаря этому он не стал к нам придираться там с вопросами почему в гадрил зачем и так далее а просто молча подписал так он сейчас одну основку сделать это у нас получаться в катакомбы а нам еще ниже можно но это уже соответственно на пристал ну и как она там называться в общем где корабль стоит а гавань замечательно прямо к самому кораблю надо ставить так ну новый путевой лист уже на месте все готово отлично мышь теперь все готово так узнать и сейчас мера узнаете за что вас арестовали да так прошу вас расскажите наконец по меру ладно ты достаточно терпел спрашиваешь ты хочешь а я уж свечу как смогу фара вы не знаете почему у нас мерой вызвали барону после того что было в большом бирхеме красная лапа отлавливает всех мышей кого посчитают опасными так небольшой гарнизон красная лапа размещенный в крепости большой бирхем на сервере мульдей был недавно стер с лица земли в ходе противств местного мышиного населения беспорядки начались после гибели в тюрьме мыши арестованы за оскорбление члена красивой гвардии позже выяснилось что покойную мыши звали пшелд не обвиняемый отнюдь не оскорблял гладейца а лишь повторял ему свое имя шелд а тут подумал что он его послал шелд так организаторами протестов были объявлены сына аспера воспользовавшись этим власти приступили к задержанию всех мышей подозреваемых в поддержке поддержки этого движения а вот поэтому поэтому нас и поймали вместе с миром так да какая же от нас меры опасность большой бешен так что случилось бешен твоя жена около года назад даже меньше шла на мою землю вы уже встречались меры только раз и очень быстро она не сказала как ее зовут это было сразу после того как темлин и арестовали в уровне так уровнем так вы повстанцы повстанцы ты говоришь как крыса темлин довольно мера доставила весточку от уже темлина весточку до сообщения о его аресте благодаря своей жене мне удалось сделать так что его выпустили мы ее должники мера помогла на и не только нам ты ничего об этом не знал верно тело конечно знал мы играли фестивале рядом с ворло кажется как раз около года назад да получается видите мера была на стане повстанцев потела об этом даже не в курсе все сходится видимо тогда-то мера и получила весточку так я я понятно не имел зачем рисковать всем ради незнакомцев не буду притвориться что знаю ответ это ты ему шкило ты знаешь и лучше чем кто-либо еще но вот что я тебе скажу чем бы ни была причина мы будем вечно и благодарны так узнай где сейчас мира ага ты еще сливчик братец сейчас сливчик я бы никого из нас а из нас так не назвал не назвала наверно мужчиной женского пола мышцы так скажите куда отвезли меру я сейчас почему вы поддержите повстанцев как удалось сделать так чтобы тема выпустили после бунта так есть сейчас мира боюсь я этого не знаю она отдала вам свое место вы не подумали узнать не так мы говорить не будем еще их обидим так тогда и я и точно потерял не отчаивайся брат разве мира махнула бы на тебе рукой нет никогда вот именно она слишком хорошая я видел что ее посадили на краски лам но толку от этого немного краски лам ага это грузовое судно его порт приписки скарон ходит по всему озеру а нам иначе мы отправимся скоро скорее всего так ты уверен я помню его соревнов работы в порту когда-то это был красивый корабль один из первых баллодонских проектов баллодонские простуки так нам это читали он уже так я понимаю невелика зацепка так колокол значит я бы скоро вперед давайте с ним еще поговорим немножко так почему вы поддерживаете повстанцев сынов аспера и братец называй их настоящим именем совет аспера аспера отец основателем уридеи был великим оратором способным одними лишь словами раздор в гармонию именно аспер договорился о мирной трансформации молидеи из монархии в республику позже он создал большой совет где на равных заседали представители всех разумных существ совет еще при а совет все еще существует и носит имя оратора однако со времен войны зеленого пламени его сородичам вход удастся в воспрещен по этой причине мыши северных провинций и назвали свои восстания честь аспера и девиз пока нас не услышат ну так это достойно уважаем теперь знакома песня отравленная чаша да конечно сыграя прошу так хочу нас появится в этом начале 14 дней изумрудный огонь в осаде престольную песню держал горели поля погребальным костром и дым от него горизонт застилал спешили на помощь столица войска и музыка красивая и мыши для них обещали держать проходы на верность была их хрупка покинула храбрость мыши на рать бесславно решили они принести в займ пламени чашу и сверх морю зной пытаясь предательством шкуры спасти надеюсь что милость проявит огонь однако предательство горькие плоды не стали враги заключать договор в отравленной чаши не стало воды и вывели столько печаль и позор не кстати по моему этой песни еще не слышали спустя тысячу лет о нас мышах все еще думают вот так так мне не давно переписать историю о я и не предлагаю забыть о том что сделали наши предки но мы страдаем из этого каждый день почему мы должны страдать и за грехи за грехи прадедов так как вам удалось сделать так что тема выпустили после бунта но много лет назад экипаж барона попал засаду на дороге в персу засаду кто в краснолапе есть те кто хотел бы видеть место оздрика в совете пустым барон оздрик так барон оздрик оригинальный управляющий на бывших мышиных землях мульдей и один из пяти членов совета красной лапы оздрик занял видное положение примерно 40 лет назад после исчезновения красиного короля родрика во время вторжения солерцев ему удалось сплотить красиную гвардию и привести ее к победе песни о совершенных оздриком тогда подвигов сильно повысили его популярность будучи вооруженством мульдей барон всегда проявлял симпатию к мышинному населению и отстаивал широкую автономию региона однако после ненавних беспорядков на севере мульдей оздрика вызвали в столицу на срочную встречу пяти баронов красной лапой получив приказ подавить бунт и установить порядок стражи оздрика начали выявлять и арестовывать лидеров растущего сепаратовского движения мульдей известного как сына аспера так я не понял он то ли хорош или плохой то есть он как близо мышей но при этом он один из этих из пяти баронов то есть по идее злодеем так и соответственно в красной лапе из тех кто хотел бы видеть место оздрика в совете пустым то есть его свои же хотели убить барон вырос мульдей и отчасти вошел в нас и отчасти вошел в наше положение его принесли ко мне тяжело раненого она мне все-таки увидел все-таки хороший так воздвиг оставался у меня почти 6 недель пока не набрался силу была бы моя воля я бы дал ему загнуться тогда болтаться бы тебе на виселице в урале в урале вместе с остальными так большой биркин ты не слышал там сожгли гарнизон красной лапы дотла разумеется во всеми нами винят мышей скрыги так так ну и все колокол да поэтому сигнала возвращается команда не хочешь пойти с нами тело нам пригодится такой муж как ты им все равно одной мыши на корабле больше одной меньше так спасибо но я должен остаться здесь чтобы отыскать меру что же хорошо прошай тело найди меру чего бы то ни стоило и продолжай бороться постараюсь вот это по нашему оставь свой след тела заяви о себе жги и флаги и жги красную лапу пусть командующий знаю что мы всегда рядом пустой разгром братец так мы еще увидимся если асперу будет угодно ладно так все и чем мы можем поговорить с ним так тело иди ты уже достаточно для нас делал братец так все хорошо появился основа задания сжечь флаги поговорить с села сам а он менять я думал возвращаются этим а там а мы еще к фауста можно вернуться у нас не все не все еще глибы найдены так башмаки следопыты еще осталось найти четыре урна еще так к эральду вернуться свисток для вора она мы еще не были клетка для грамма крабов в гаване хотя мы же в гаване находимся поедем или не в этом так первая ночь вторая ночь значит гасты и фатальная вернуться так усадить хозяина еще четыре розы осталось найти ну старушник один в подземелье нифига на задание так какие тысячи пять нам нужно этих четыре рестовика обманывать гасты и фаталия и фаталь точнее это еще не сделано блин ну вот сождите знамена красная лапа задание просто немерено сейчас там куда к силосу возвращаемся ну а давайте пока просто на поверхность выберемся сходим может до гасты и фатали он за силосу соответственно такая то вот нет ни крома краб никакой нельзя сделать тут нам а вот свисток нифига себе отлично золотой самородок страшновато выглядит зверек вот этот так так ну хорошо так мне там еще наверно так ну хотя бы от нескольких заданий избавиться чтобы немножко очистить наш список поэтому что-то уж очень много так гасты и фаталии так у нас пол кого не нужно да там свободное место есть она вообще первое а давайте сохранимся на всякий случай мало ли что нет полка вторая так 5 так он здесь вот ваш воровской свисток у меня отлично чем так воняет так все задание мы сделали ладно чему хочешь научиться свисток из этого так так повторю могу показать тебе как запихнуть сумку больше всего бутылок палок 50 других штук так так все четыре поясню еще раз мы можем рассказать тебе как быстрее прийти в себя если пал большой высоты ну скорее всего мы укладку сделаем а ну в принципе тоже хорошая вещь не давайте мы пока что выберем первое ну а в следующий раз соответственно уже выберем вот этот навык чтобы сильнее кидать так укладку так ну хорошо еще одна вещь пригодилась бы компас так он посланным на на в любом случае нужно будет возвращаться к лягушке заодно это здание выполнен так окей все так ну не вздумай его кинуть обиды его не забывают ну да нам сказали что он хороший парень да но не нужно его обманывать так я с ним знаком тогда ты понимаешь о чем я и вот еще что учитывая его характер лучше не говори ему что это мы тебя на компас завин навели так нам нужно еще поговорить с фаттер и ты вернулся нет а почему блин дать мне с фатали поговорить или типа только вечером с ней можно будет поговорить да а нет фаталь а ну да скорее всего так и вечером ну ладно так значит возвращаемся сейчас к лягушке заодно я так понимаю мы у нее получим бороду для костюма этого короля муриды ну и соответственно попробуем найти компас затем вернемся к гастре и фаталь ну и уже после нужно будет доселаться сбегать так сейчас еще как-то попытаться у нас вспомнить где она именно находится ну в принципе у нас костюм есть осторожненько нас не тронут где-то в самом начале он сидит где у нас игра начиналась да рядом с той камерой соответственно где я сидел киво так масло этот вкушен набрать а фонарь уже заправлено а мы можем кстати вернуться к этому или потом мы будем возвращаться когда все грибы полностью найдем то есть мы одно задание можем сдать а второе у нас еще не сделано так палку можно взять так все ну и тому что-то очень много набрали палок сколько у нас 10 штук нифига себе а по ходу два раза на увеличил до количества но самое главное то что мы сейчас будем больше носить свечек это здорово так ну все мы в принципе почти на месте вот где-то здесь если я правильно помню да здесь вход в этот в канализацию ну и вот лягушонок так вступил значит в красильную гвардию они видать берут уже совсем кого придется так компас давайте сначала мы ему вернем ягоды расческу да ну тогда потеши ко мне бороду усы и борода старая пирода сильно спутаны на расческе всякий раз остаются клочки седых волос довольно скоро у вас набирается достаточно волос чтобы сделать себе бороду а чтобы сделать бороду себе а вот мы сделали бороду получается для костюма коррой мой мой дэй часы как стал выгрейте теперь закидывай ягоды мне в рот я живет ягоды энергично перейтирая их челюстями пока у него изо рта на бороду не начинает течь алая пена не стоит столбом растирай и про брови не забудьте вы торже время втирайте липкую сладкую пахнущую жижу увосы керальта ну какая тебе а он стал рыжим Офигеть Ладно velocidade得 бьехот так марафей для лягушки дам упали на задание так мы закончили ну да мы нашли бороду для короля мульдой так вроде мы компас еще возьмем у него говорят значит и кто-то говорит так две мыши так это не принципиально ха ты всему верю что тебе плетут так так все же компас вас есть мышонок хорош был бы я штурман без компаса так ваш компас у вас нет конечно но имеет компас капитана капитана до капитана отто пороховая бочка созерная ведьма нас сюда вместе привезли он всегда был ко мне добра капитан то сказал вкуснее ног чем моя никогда не ела ужас так он сел вашу ногу нас высадили на необитаемом острове ждать верной смерти и сколько же вы там пробыли где-то часа два компас помог найти место где мы когда-то спрятали я лик я ему жизни обязан компас мое главное сокровище я с ним не останусь понимаю оставлю вас пока так что совсем без шансов внутри совсем не руки выкрутил ладно а там тебе компас но сначала с тебя услуга убивайте никого не стану если вы об этом или попросить жалко вы лишь мое ведро может этом тебе компас так почистить слив вылить ведро но и слив и забился так погиб очистки и ушам вроде тебя не привыкать в леса влюзим так надо бы сохранился так отлично так смотрим час поздравим так что у нас осталось поедем королевское платье королевская корона корона у нас по моему о кузнеца еще нужно под колеской платье где-то найти так почистить слив почистить слив а ничего почитать что там от воне жжет глаза и выцветают шерсть вы сдерживаете рот ну да в общем короче сделали мы то что он просил а еще вам сухо стало до блин я думал может вообще можно найти монет так уж приду не в печенку и грамм грамм брамс или в лодку так меня вылить ваше ведро я помню девушка пацан теперь здесь соседней камере это я тебе скажу личность я бы уже давно с ума сошел если бы не наши с ним разговоры так не на вылить ваше ведро а это пустое какое-то горшок что лет пустое а все эти по даму сделали так москва черт тебя деле мышонок свет не загораживает не решать что чего тебе мышонок так я вылил ведро как вы просили что насчет компаса компаса а ну мышонок подходи поближе я тебе скажу еще ближе он в моем ночном горшке и улыбается которая только что вылил а зашибись под стоял нас короче наверно надо было раньше сказать ну удачи в стоках следуете стокио не найдете компас офигеть ну придется значит нам к фаусту еще зайти на гости так на уши периодиса обстражников все на внизу нет так 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 ну ка че за информация так ладно будет полегче нам а че только один заход да только вниз а нет поняла ай блин я думал все капканы уже сработали так ладно нам надо найти компас а где он может быть это ядовитая это у нас или нет ядовитая ну тут мы уже везде были давайте отправимся к фаусту ну и заодно по пути может найдем все-таки компас где-нибудь так а где у нас фауст я вот честно не понял как мы добирались к вот наверно здесь да нет просто какая-то пещера так выключим к лампу ничего нет так я сюда пришел ну блин ну это не так просто на самом деле найти то будет здесь компас а это кто или это фаус здесь сидит надо фаус ничего себе давайте с ним поговорим так а то ты можешь так все в порядке сэр да да я ты знаешь почему и здесь мышь расскажите прошу я много лет был личным и лекарем оборона лучшим аптекарем муриды я сидел за его столом и благородные крысы пес и почитали меня за равного однажды вечером меня позвали в покое барона обычный хвостик ничего серьезного я назначил ему мать собственного изготовления она обычно всем помогла но тут увы так барон лишился хвоста я не знал именно так наверно носит теперь накладной пшеславия ему не занимать поэтому меня отправили сюда в дуэланову башню дали возможность поразмышлять о моей беспечности как выразился барон но уже довольно скоро тюремчик отвел меня сюда и переставил к работе я отследил здесь уже дюжину своих сроков а пока можно освалить еще одну против приходила тюремчик его хозяин никогда меня не выпустят а то есть мы еще поможем фаусту сбежать я так понимаю да то есть он был известным лекарем барон лишился хвоста и за это была ссылка фауста в дуэланову башню так тюремчик входит банду контрабагистов конечно я задумал ты хотя бы это знаешь так ну окей вот грибы 8 самых распространенных я смотрю как нашли четырех редких пока что не нашли их ты смотрел на дорожке которая спускаться к берегу озера там ты точно найдешь немало образцов да нам осталось очень грибы найти не знаю скорее всего но каким-то образом мы все на поможем фаусту я думаю сбежать так свечек нету так что посмотрим сколько на можно взять и будет их ну да скорее всего в два раза увеличилась на 10 было вроде 5 отлично то есть это хорошо что я навыка применил да надо компасу тискады как вообще бред тут решать и газости плавают а вон она плывет может тут где-нибудь есть а ну вот по е компас офигеть блин я думал но по-любому здесь не может быть ты всегда как получается находится находится под камерой лягушонка блин шикарно просто я его не хотел заползать но всяко здесь не может быть отлично на все разрушаемся на вода беги 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 бежим 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 все сваливаем ай это плохо а я чем не бежит так на свечку все валим отсюда так все с с фаустом поговорили компас нашли еще часть гибов у нас не найдено так это тоже не то место блин где выход так не понял как она в свой выбор сам О, грибы какие-то. Обратно что ли заползать? Там был какой-то проход. Нет, мы обратно вернулись. Ну-ка, я вот здесь не смогу перепрыгнуть. Так. Отлично. Все, здесь вроде выход. Да, отлично. Ну, с этим там уже не нужно больше разговаривать. Все мы сделали, то что планировали. Тьфу, убери свет. Ты что, отсыпить меня хочешь? Ааа, понял. Да блин. Так, где там ламп? Так, быстро, ну шонок. Что еще? А, ну все окей. Уже уходишь? Ааа, нам нужно переодеваться будет сейчас. Так, ладно, хорошо. Давайте мы в следующем выпуске вернемся в Гаста и Фотель. Соответственно, отдадим ему компас. Ну и вернемся к Силасу и будем дальше смотреть, что там по заданиям у нас. Задание немерено. Может что-нибудь сможем выполнить. Так, в этом выпуске, значит, мы помогли тем мышатам. Добавили новую остановку в путевой лист. Ну и поделали еще какие-то дополнительные здания, да. Т.е. достали бороду у лягушонка. Побывали снова в канализации, ну точнее в стоках. Так, ну и окей, будем возвращаться на Гаста и Фотель в следующем выпуске. У меня на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok